День памяти жертв политических репрессий Памятный день, в который проходят траурные акции и памятные мероприятия, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. Евгения Георгиевна со слезами на глазах вспоминает отца. Георгий Карманиц, 1909 года рождения, работал в колхозе имени Шевченко пастухом. Круглогодично находился на пастбище. В декабре его отпустили домой на несколько часов. Это время и стало последним в жизни отца Евгения Георгиевны. Пришел под вечер, ну назывался он тогда Виконавец. Здесь живет Карманиц Георгий. Отец его говорит, тут по-соседски еще живет Карманиц Георгий. Который из них им надо? Он говорит, я не знаю, который. Пусть и тот пойдет, и тот пойдет. В сельский совет его вызвали. Пошли оба, и ни один из них не вернулся. Это было в 1938 году. На 1937-1938 годы пришелся пик политических репрессий. За эти два года были арестованы более миллиона человек. Из них 681 тысяча приговорены к расстрелу. В Донецке в 1989 году при строительстве гаражного кооператива на территории Рудченково поле были обнаружены останки более 500 человек. Огнестрельные ранения на останках дали основания утверждать, что в указанном месте похоронены жертвы репрессии периода 30-40-х годов. Количество жертв репрессии, похороненных на Рудченковом поле, составляет от 5 до 7 тысяч человек. Здесь, видите, такое место, пустырь, там кладбище, и здесь не было застроек. И это место нашли, как и в Быкивне. Огородили, и тех, которых убивали в тюрьме НКВД, на улице Артема, свозили сюда и прятали от людей, чтобы спрятать свои зверства. Просто хоронили штабелями. Митинг-реквием прошел возле памятника жертвам политических репрессий на территории Рудченково поле. После окончания митинга священники Греко-католической церкви и Украинской православной церкви Киевский патриархат провели панихиду по погибшим жертвам политических репрессий. Леся Полякова, Александр Худолий, Первый муниципальный.